Дерево Каталана. Все помнят? Да. Так вот, это самое дерево Каталана мы сейчас сумеем нарисовать для всех вот этих вот ситуаций. То есть, я не побоюсь сейчас, пользуюсь тем, что здесь действительно хорошая доска, замечательная, я не побоюсь сейчас сделать следующую штуку. Взять и все 1, 2, 5, 14, ну, вряд ли 42, вряд ли я до этого дойду, но 1, 2, 5, 14 точно смогу разрисовать в виде огромного дерева Каталана. Сразу предупреждаю, конечно, на обе странички, или если у кого большая тетрадь, то на одну большую страничку, дерево Каталана – это огромная совершенно конструкция. Мне потребуется вся доска, и вам тоже потребуется огромный риск. Советую не начинать рисовать, пока я на доске достаточно много не нарисую, потому что надо, чтобы вы понимали, что называется, о чем разговаривали, понимали бы, что у нас есть. Терево Каталана, как известно, выглядит так. Вот здесь вот будет картинка, когда просто есть одно бревно. Замечательно. Дальше идет разветвление в две стороны. Дальше идет у нас разветвление в две стороны. Здесь у меня будет картинка, когда два бревна рядышком, а здесь, когда два бревна, и на них еще лежит одно бревно. Замечательно. Дальше. Здесь идет разветвление. И здесь тоже ситуация. Только там было на две части, а здесь, как вы помните, когда идет рассказ о дереве Каталана, будет деление на три части. Отлично. Так, кто помнит, что там дальше бывает? На две. Здесь на две. На три. Здесь на три. На две. На две. На три. На три. Здесь на три. Четыре. Здесь на четыре. Вы абсолютно правы. А вот дальше смотрите. А вот дальше придумайте. У вас все способы, все 14 способов есть. Поэтому вы можете придумать какой-то разумный... Важно, чтобы была какая-то система. Потому что если вы просто 14 штук в произвольном порядке, то будет непонятно, что делать потом. Значит, я сразу вам рисую вот здесь вот три штуки по горизонтали. и я вам сразу рисую... Здесь, вы, наверное, уже догадались, полный набор шесть бревен, да? Ну, а вот дальше страшно интересно, что вы будете делать. Что вы сюда нарисуете, сюда, сюда. Даже вот перед тем, как нижний ряд выполнять, уже интересно, что вы нарисуете там, где в нижнем ряду три бревна. То есть в любом случае в нижнем ряду три бревна. Это точно. Это точно. В нижнем ряду три бревна. А вот интересно, что еще? Мы понимаем, как связана задача о бревнах с конструкцией дерева Каталана. Это вполне интересная гумбинаторная конструкция. Замечательно. Да? А по какой системе? Нет, ну хорошо, здесь нарисовал, а дальше как? Дальше. Да? И вот как бы сюда уже. И последний, наверное, второй. Нет, я не понял простую вещь. Мне нужна не система, которая позволит имеющиеся там несколько объектов здесь положить, а мне нужна система, которая сработает и дальше тоже. Садись, нет, нет. Это... Может быть, если был бы какой-то текст поясняющий, который объясняет, что это общая идея, может быть, это было бы правильно. Дело в том, что конструкция дерева Каталана, она не единственная. Да, пожалуйста. Общий текст есть? Не просто пять объектов, где стоят, а общая идея, которая позволит также перейти на следующий уровень, а потом по той же системе перейти на следующий. Эксиматика интересна не тем, какие правила вы запомните, а тем, что в этом всем есть какая-то система, что это все имеет какой-то смысл. Сначала у нас ноль, потом мы рисуем один сюда. это самое начало, куда мы можем. Потом мы рисуем уже один сюда. Это конец, куда мы можем. А потом мы рисуем и начало, и в конец. Отлично. Переходим на уровень вниз. Как там это будет выглядеть? Не надо ничего рисовать. Объясните идею. Там опять сначала будет ноль. Вот над этим. Потом самое начало. Потом... Маленькая проблема. Когда у вас кружочков будет больше, чем один, то будет непонятно, в каком принципе рисовать. Это пять. Наследует. Интересно. Интересно. Я бы не интересный. А давайте я скажу вам простую идею. Я буду под какую-то конструкцию помещать в тур, чтобы при убирании самого правого бревна, ну и тех, которые вот обвалятся, получалась бы эта конструкция. Объясняю. Когда убираешь самое правое бревно, то здесь должно остаться два. Это можно сделать так. Или у нас ничего не будет, или здесь будет еще одно бревно. Идею поняли? Так. Не боюсь, что мне сейчас мало кто понимает. Давайте. Обычно вот так вот народ начинает хорошо понимать. Если я на всех этих картинках и вам то же самое советую, там, карандашок или чем-нибудь, зарисую такое направление, которое начинается в самом правом кружке и идет после этого вверх и налево. Смотрите. Вот здесь у нас была картинка, поэтому я ее, разумеется, перерисовываю. Я ее, разумеется, один к одному перерисовываю. И дальше, в одном случае внизу одно бревно, здесь два бревна, а здесь три бревна. Объясняю, как происходит переход к следующему уровню. Очень просто. Надо, во-первых, нарисовать в точности вот эту вот картинку и перерисовать еще одно четвертое бревно. Итак, раз, два, три, четыре. Здесь надо в точности вот эту вот картинку перерисовать и перерисовать еще одно бревно. Значит, и так, раз, четыре бревна. Четыре бревна у меня нарисованы. И при этом, заметьте, вот эти три бревна, это вот эти три бревна. Значит, я рисую еще вот такое. Здесь повторяю ту же самую картинку. Раз, два, три. Вот, и перерисовал четвертое бревно. И здесь повторил ту же самую картинку. Сейчас я буду объяснять, что будем делать дальше, но сначала я должен полностью сделать заготовку. Конец. Так, справился. Ну, самое тяжелое. Здесь нарисовать. Ребята, пожалуйста, перерисуйте ровно вот в этом темпе. То есть, постарайтесь, чтобы у вас действительно было видно, что внизу все время четыре, разумеется. Вот, внизу, разумеется, все время четыре. И вот кружочки. Наконец, здесь. И вот эти вот кружочки. Так, ну что, заготовку я сделал. А теперь я это превращаю в окончательный ответ. Для этого смотрите. Здесь я этот кружочек зарисовываю и говорю, что он все, один. Здесь я зарисовываю этот кружочек и еще один пририсовываю. И говорю, что эта стенка состоит из двух кружков. Здесь у меня будет только один кружок нарисован. Здесь еще один пририсовал. Стенка из двух кружков. Здесь я два пририсовал. Получается стенка из трех кружков. Здесь ничего не пририсовываю. Здесь пририсовываю один. Получается у нас здесь вот один зарисованный кружок. Здесь у нас два зарисованных кружка. Здесь становится сколько? Три. Заметьте, система абсолютно видна. Здесь один. Здесь их будет два. Здесь будет сколько? Три. Так, стоп, правильно ли? Да, правильно. Здесь раз. Здесь два. Здесь три. И здесь наконец что? Четыре. Так, теперь разбираемся. Почему в этом месте будет развилка на два? А потому что пятый кружок либо пририсовываешь один, либо один. И здесь еще. Почему здесь будет развилка на три? Потому что когда пририсовываешь пятый кружок, либо его, либо два, либо три. Здесь будет опять развилка на два, потому что пририсовываешь один кружок или один слева сверху. Здесь стенка из двух, поэтому развилка на три. Здесь стенка из трех, поэтому можно либо просто пририсовать, либо пририсовать два, либо пририсовать три, либо пририсовать четыре. Ребята, видна система. То есть каждый раз у нас стенка разной длины. И количество вот этих вот разветвлений происходит на единицу, на большее количество вариантов, чем высота стенки. Здесь три, здесь четыре, а здесь у нас стенка из четырех, соответственно будет пять. Я не буду там рисовать все эти варианты, считается, что вы это поняли. Поняли? Молодцы!